Творчество Михаила Васильевича Нестерова наполнено глубокими религиозными переживаниями. Это гимн нравственным идеалам и духовности. Художник был глубоко убежден, что путь к спасению России лежит через обращение к прошлому и вере. Особое вдохновение Нестеров нашел в основателе Троица Сергиева монастыря. Сергий Радонежский, которого в миру звали Варфоломею. Ему посвящено несколько монументальных полотен, первым из которых стало видение отроков Варфоломею. Биографию преподобного художник изучал, обращаясь не к житиям, а к хроникам и летописям. Это позволило создать образ, лишенный молитвенных мотивов, приближенных к земному и человеческому. Сюжет основывается на следующем рассказе. В детстве Варфоломею с трудом давалась грамота. Однажды, отправившись на поиски разбредшегося стада, он оказался в лесу и встретил святого старца Схимника. Через таинство причастия Черноризис наградил мальчика мудростью и помог освоить науку. На холсте запечатлен момент, когда монах появляется перед очами отрока. Надо сказать, что Нестеров долгое время пытался найти нужное расположение фигуры для каждой детали картины, выполнял отдельный этюд. Первоначально он планировал сделать композицию вертикальной и изобразить Варфоломея спиной к зрителю. Но затем отвел пейзажу более значительную роль и поместил отрока в геометрическом центре холста. Образ отрока написан с маленькой девочкой, болевшей чахоткой. В ее глазах художник разглядел необходимую печать неземного и блаженного, которая присуща только обреченным на смерть людям. Задний план написан с натуры в подмосковной деревне Камякино близ Ходьково-Покровского монастыря, в местах, где жил когда-то Варфоломея, и является неотъемлемой частью сюжета. Через него художник передает гармонию единения человека и природы, изображенные рядом с отроком молодые деревца, сосна и береза, символизируют хрупкость и беззащитность ребенка, а мощный дуб, у которого появляется старец, становится олицетворением его мудрости и жизненного опыта. Капюшон в одеянии монаха по форме очень напоминает купола, виднеющиеся вдали церкви, а свет одним почти растворяется в желтой листве деревьев. Палитра картины удивительно нежная и почти прозрачная. Теплый и нарядный колорит приближен к колориту икон. Золотой, ахристо-желтый, багряный, голубовато-зеленые оттенки используются в сочетании с беловато-бежевым фоном и коричнево-черным акцентом. Глубоко символичен цвет в одежде персонажей. Светлая рубаха мальчика хорошо передает чистоту и непорочность его души, а темно-синяя монашеская накидка олицетворяет божественность, непостижимость тайны и глубину откровениями. Впервые картина демонстрировалась на 18-й выставке «Товарищество передвижников» в 1890 году и вызвала противоречивые чувства. Одни откровенно восторгались, и другие негодовали. Известный в то время критик Владимир Васильевич Стасов даже отговаривал Павла Михайловича Третьякова от покупки полотна. Картина эта попала на выставку по недоразумению. Ей на выставке «Товарищество» не место. Задачи «Товарищество» известны, картина Женестерова им не отвечает. Вредный мистицизм, отсутствие реального. Этот нелепый круг нимб вокруг головы старика. На самом деле, религиозная тематика не была для передвижника такой уж чужой, просто воплощалась она исключительно в библейских сюжетах. Художника обвиняли в том, что он не звел картину до церковного образа, именно не звел, а не поднял на его уровень. Такого рода полотна предназначались для храмовых интерьеров, а не для картинных галерей. Нестеров, напротив, считал, что это одна из лучших его работ, и она непременно останется в памяти поколений. Художник оказался прав. Субтитры создавал DimaTorzok